Великого шелкового пути Наш Национальный музей Республики Башкортостан представляет не только наследие богатые духовные нашей республики, но и в данном случае мы представляем нашу Великую Россию. В истории цивилизации было такое явление, которое называлось Великий шелковый путь. Это была огромная магистраль, огромная протяженность, которая проходила, по сути дела, от Дальнего Востока и до берегов Черного и Каспийского морей. Мы создали такой проект, который называется Великий шелковый путь в нашем понимании. Мы его раскрываем через материальную и духовную культуру, через экспонаты тех народов, которые жили на том протяженном Великом шелковом пути. Здесь очень важно раскрыть многогранность культуры. Это самые разные цивилизации, самые разные культуры, самые разные религии. И вот мы их и показываем. Первый зал посвящен именно дорогам. При помощи каких средств транспортных передвигались эти торговые караваны. Ну, здесь вот вы видите колесо Арбы. Диаметр колеса достигает почти двух метров. А второй зал непосредственно окунает нас в атмосферу Восточного базара. Вы увидите те предметы, предметы торговли. Естественно, самым таким универсальным эквивалентом торговли являлся шелк. Дружбу народов мы можем показать через ковры. Каждый народ, участвуя в этой торговле, в этом взаимоотношениях и так далее, каждый внес свою лепту. И вот проходя через этот зал, мы видим и туркменский, и иранский, и узбекский и так далее. То есть это все те народы, которые непосредственно участвовали в шелковом пути. И это самая, наверное, великолепная философия. Наши друзья из Российского этнографического музея приехали к нам со своей выставкой «Великий шелковый путь», который является философией Шосса-Брикса, потому что взаимное сотрудничество и взаимопонимание – это смысл жизни любого государства. Выставка проходит в Национальном музее до 30 августа. Алина Гребешкова, Вальдар Каюмов, Городской телеканал ЮТВ.